Здравствуйте и добро пожаловать в Look Content Manager. Удобный интуитивный интерфейс, являющийся неотъемлемой частью сервиса по удаленному управлению цифровыми экранами Look Digital Signage. Для начала работы вам необходимо подключить свой первый экран. Для этого, пожалуйста, запустите наш программный плеер на любом Android-девайсе с версией операционной системы 4.4 и выше. Или присоедините HDMI-плеер к любому другому экрану и подключите его к сети интернет. На экране появится шестизначный код. Введите его в модальном окне подключения экрана. Теперь он готов к работе. Зеленый индикатор означает, что экран имеет связь с сервером и готов получать ваше обновление. При этом стоит заметить, что даже в офлайн-режиме экран будет транслировать все ранее отправленные на него сценарии и собственные памяти устройства. По клику на изображение экрана мы попадаем в его настройки. Здесь мы можем просмотреть характеристики девайса и удаленно поменять ряд настроек, таких как тихий и спящий режим, время загрузки контента, яркость и ориентацию экрана. Установить время плановой перезагрузки и функции кэширования веб-страниц. Далее переходим в раздел контента, где хранятся все единицы контента, когда-либо добавленные в систему. Добавлять новые единицы интуитивно просто. Перетащите или выберите нужный вам файл и загрузите его в систему. По нажатию на единицу контента в правом сайт-баре откроются ее настройки. Здесь мы можем посмотреть по ней различную информацию, заблокировать во всех плейлистах, задать время жизни, назначить теги для удобного поиска и добавить к ней те или иные виджеты. В качестве виджетов вы можете добавить кликабельные кнопки, ведущие на другой контент, например веб-сайт, погоду, текстовый блок или бегущую строку. При этом вместо текста в виджете можно использовать любой RSS-поток и таким образом транслировать онлайн ту или иную новостную ленту. Также можно добавить время. Обратите внимание, что вы можете изменять размер, цвет, прозрачность и расположение самого виджета поверх контента согласно вашим предпочтениям. Помимо прочего, в качестве виджета вы можете использовать любое изображение, в том числе просто загрузив его здесь, прямо со своего компьютера. Для того, чтобы добавить контент на экран, вам необходимо создать плейлист в соответствующем разделе. Делается это довольно просто. Теперь мы можем добавить в него необходимые единицы контента. Мы можем с легкостью поменять последовательность и задать продолжительность трансляции каждой отдельной единице, кроме видео. После чего прямо отсюда отправить готовый плейлист на выбранный экран. Теперь мы можем вернуться в раздел экрана и зайти внутрь нужного нам. Мы видим, что на него добавлен плейлист и в настоящее время идет его загрузка. После того, как единицы контента загрузятся на экран, они отобразятся без белой пеленой поверх. Это означает, что экран начал трансляцию вашего плейлиста. Далее зайдем в раздел приложения. Здесь вы найдете ряд встроенных онлайн приложений, с помощью которых вы сможете создавать собственные единицы контента. Например, Instagram. Используя это приложение, вы сможете отображать на своем экране посты из определенного аккаунта или по конкретному хэштегу. К примеру, аккаунт Look может отображаться на экране вот так, либо в полноэкранном формате. Сохраняем как единицу контента и видим, что она появилась у нас в разделе «Контент». Теперь мы можем использовать ее в нашем плейлисте. Точно так же работают любые другие приложения из этого раздела. Теперь перейдем в раздел «Макеты». Используя их, вы можете делить свой экран на несколько областей и транслировать в каждой из них нужные вам единицы контента. При создании нового макета система предложит вам использовать один из существующих шаблонов. К примеру, вот этот. Здесь мы видим, что в основной области у нас проигрывается плейлист. Здесь приложение BBC. Внизу область с бегущей строкой CNN. Также у нас есть время и погода. Ну и, конечно, вы довольно легко можете поменять размер расположения областей на свое усмотрение, а также выбрать нужную вам ориентацию. Сохранив готовый макет, вы можете добавить его на ваш экран. Также хотим обратить ваше внимание, что любые вопросы, касающиеся работы сервиса, вы всегда можете задать на русском языке специалисту нашей службы поддержки в онлайн-чате, работающем в режиме 24 на 7. И это была лишь часть возможностей нашего сервиса, который позволяет в любое время из любого места успешно и эффективно управлять сетями цифровых экранов различных масштабов и назначения. Спасибо за внимание.